После школы домой, кричала мама. Слышу, еще чего, куда угодно, только не домой. После школы мы с Зойкой доходили до угла. Домой прято, а к Зойке направо. Ну, говорила Зойка, и мы поворачивали направо. С Зойкой я дружила больше всех. Мне нравилась ее мама. Тетя Надя работала медсестрой вен-диспансере. Диспансер был рядом с домом. Тетя Надя всегда дежурила, дома почти не бывало, и это нам с Зойкой очень нравилось. От слова вен-диспансер многие шарахались. Возможно, поэтому тетя Надя с Зойкой драяли дом до блеска и любили слово стерильно. Когда я приходила от Зойки домой, мама всегда говорила, мой руки три раза. Тетя Надя с Зойкой были как две подружки. Она считала Зойку очень ответственной, никогда не проверяла уроки и все разрешала. Жили они в старом доме. От былой красоты осталась мраморная лестница и осыпающиеся кариатиды. Зойкина квартира была в полуподвале. Железные решетки на окнах не давали ворам никакой надежды. А чтобы не видеть шарахающие ноги, тетя Надя повесила тяжелую бархатную штору. Такую же штору она повесила на входной двери. Защита от соседей. О Зойкиной жизни в школе не знал никто. Только мне она сказала шепотом. Во время войны тетя Надя работала медсестрой в госпитале. Там езжал раненый майор. Война окончалась, раны у майора зажили и они вместе уехали в какой-то сибирский городок. Жили хорошо. Потом родилась Зойка. И тут майора нашла законная жена и двое детей. Он очень испугался. Оторвать майора от жены и детей Зойкиной маме не удалось. И найти Зойке нового папу тоже не удалось. Тогда Зойка с мамой поехали. Куда глаза плетят? Зойкин рассказ мне нравился. Правда, она все время меняла звание. Майор, подполковник, полковник. Когда Зойка дошла до генерала, я спросила. Так вы богатые? Твой папа генерал? Зойка смутилась и грустно покачала головой. Мы ж незаконные. Так Зойка с мамой оказались в полуподвале. Шесть метров нежилой площади и кухня метра три. Трехметровую кухню они делились с соседом. Но насладиться не успели. Сосед ограбил магазин и его отправили в другое помещение. Тоже с решетками на окнах. Вместо него подселили пожилую пару. Ее звали Дора, его Сема. Пара ходила всегда вместе. Рука в руке. Были они немногословны и смотрели на все с подозрением. Зойка как-то сразу изменилась. Стала приходить в школу грустная, очень грустная и даже заплаканная. После школы мы молча доходили до угла. Но направо не поворачивали. Ей не хотелось идти домой. Шли ко мне. Моя мама была на работе. Добрые соседи постукивали в дверь и всегда что-то предлагали. Зойка, роняя слезы, шептала. Соседи, какие же у тебя соседи! Да, с соседями Зойке не повезло. Дора и Сема были не просто немногословны. Они кивали утром, иногда вечером. Вот, пожалуй, и все. Правда, между собой они были очень даже многословны. Но понять, о чем говорят, ни Зойка, ни тетя Натя не могли. Понимаешь, Зойка опускала глаза. Они говорят на другом языке. На каком? Ну, тут Зойка конфузилась. На языке твоей бабушки. Заподрозрить ее я ни в чем не могла. Родилась она в Сибири. Там в основном жил единый народ и мало кто говорил на языке моей бабушки. Ни других народов, ни других языков Зойка не знала. Возможно, догадывалась, что не у всех языков и народов равные права. Но была в меру деликатна. Или близорука. Ну и пусть говорят, сказала я Зойке. Ты ж на мою бабушку не обижаешься. Но твою? Твоя же добрая. А они, наверное, злые и про нас плохо говорят. Зойка почему-то и без перевода была в этом уверена. И тогда у нас возник дерзкий план. Бабушкин язык был мне почти родным. Говорила я, конечно, запинались, но понимала все. А у бабушки, русский и украинский, жила лучшего. Но зато еврейский. Особенно ей удавались безобидные проклятства. А план был такой. Я прихожу к Зойке. Прячусь за портьерой. Она ходит по кухне. Дора и Сема ее обсуждают. А я делаю синхронный перевод. На всякий случай я сготовила карандаш. Вдруг будет непонятное слово. Потом спрошу у бабушки. Говорила в основном Дора. Сема только слушал и тяжело вздыхал. Зойка была кровавой. Дора сразу назвала нас сморкачками. И сказала, что мы прогуливаем школу. Что было правдой только наполовину. Зойка не прогуливала никогда. А потом Дора сказала, что Зойка Мамзер. Это слово я не знала. И записала, чтобы спросить у бабушки. Тетю Надю Дора три раза назвала Никеевой. Это слово я хорошо знала. Если папа приходил поздно и медил с ответом, Никеева была первым словом, на которое он не хотел отвечать. Тете Наде Дора приписала не только неизвестного Зойкиного папу, но и половину медиспансера, где она работала. Сема слушал и тяжело вздыхал. Напоследок Дора прошлась по Тете Надинам котлетам. Сказала, что это полный дрэк. А мы с Зойкой накануне съели по три штуки. Котлеты были последней каплей. Дора с Семой это почувствовали и ушли в свою комнату. А я стала дословно все переводить Зойке. Что было дальше? Зойка рассказала Тете Наде. На следующее утро Тетя Надя вышла на кухню. И, пока закипал чайник, озвучила мой перевод, сделав упор на ключевые слова. Дора остолбенела. Сема тяжело вздохнул и схватился за сердце. Тетя Надя кинулась к оптичке, я читала 30 капель и вызвала скорую. На завтра Зойка не пришла в школу. И я шла домой одна. Дошла до угла. Хотела повернуть направо, но побоялась. Дома была только бабушка, и я ей все рассказала. Все безобидные бабушкины проклятия тут же обрушились на меня. Потом она долго молилась, наверное, за здоровье Семы. Потом пришел папа, и она ему сразу все рассказала. Папа долго молчал, на меня не смотрел. Оделся, что-то шепнул бабушке на ее языке и ушел. Часа два его не было. Когда пришел, налил стакан водки, и никто ему не возразил. Со мной не разговаривал. А я сидела тихо, в ожидании хоть какого-нибудь наказания. Наконец, папа сел напротив меня, и я поняла, что наказание началось. Я думала, что у меня девочка, сказал папа. А у тебя кто? Не поняла я. А у меня мальчик. Засранный пионер-герой. По имени Павлик. Ничего пионерского, комсомольского, советского и социалистического папа не любил. Любил только своих и свое. Делиться любил, но не любил, когда забирали. Поэтому мальчика по имени Павлик он всей душой ненавидел. А в нашей школе как раз пионерская дружина носила имя этого мальчика. И биографию Павлика Морозова все знали на зону. Память у меня была хорошая. Я стала папе возражать, приводить примеры. Мне твои примеры знаешь где? И папа рукой показал, до какого места ему мои примеры. Сын предал отца, а для меня это... Он поискал глазами стакан. Ничего, надеюсь, папа там, с ним уже разобрался. И он рукой указал на потолок. И даже выше. Водка немного сделала свое дело. Он придвинул стол поближе ко мне. Я только что был у них. Она в больнице. Он в больнице. А она... И папа сделал безнадежный жест. А что она? Испугалась я. Умерла? Папа понял, что перебнул с жестами. Жива. Я за тебя извинился. Как ты могла. Хорошие, тихие люди. Ты была у них. Темная комната. Метров пять. Полкомната занимает портрет сына. Погиб в войну. Единственный сын. Мой однолетка, между прочим. Представь себе. Мой однолетка. И я представила, что мой папа не только ранен, но и убит. Убит. А это значит, что у меня нет папы. Плакать я начала так, что прибежали все соседи. Папа клялся, что он меня пальцем не тронул. Бабушка почему-то извинялась. А меня быстро уложили спать. Перед сном папа тихо спросил. Ты осознала? Даже не знаю. Все смешалось. Все. Дора и Сема тихие и хорошие. Их сын. Он погиб. Мне их жалко. Но Зойка с тетей Надей тоже хорошие. И их жалко. Папы у Зойки нет. И тетя Надя много работает. И у нее нет никого, кроме Зойки. А они сказали, что она не Кейва. Это слово ей никак не подходит. А Зойку назвали Мамзером. Я спросила про это слово у бабушки. Она сказала, что оно нехорошее. А меня они назвали Смаркачкой. Может так и есть? Но это слово тоже нехорошее. А папа? Он назвал меня Павликом. Какой же я Павлик? Разве я могу предать папу? Или бабушку? Или бабушке язык? Да, я все осознала. И я сплю. Сплю. Во сне они все пришли. Никто не обижался. Все помирились. Дора и Сема. Их сынок. Они вместе. Улыбаются. Простили меня. Тетя Надя и Зойкин папа весь в золотых звездах. Полный генерал. В законном грабаке. Значит, Зойка уже не Мамзар. А вот и мои. Папа, мама, бабушка. И папа опять спрашивает. Ты осознала? Ответить не успела. Появился последний герой. Павлик. Павлик и его папа. Кулак. Павлик застыл в пионерском салюте. А папа поднял кулак. Я испугалась. И повернулась на другой ног.